Промышленный потенциал области набирает обороты. Достичь максимальных показателей на производстве самых разных уровней удается благодаря открытию крупных заводов. Строительство одного из таких уже идет полным ходом. Новое предприятие по производству компонентов гидротурбин по инициативе Вячеслава Володина появится в Балаково. Это стратегически важный проект, призванный сделать процесс производства электроэнергии безопасным. Чем уникален новый завод, расскажет Екатерина Заграничная. Стучат, варят, будто плетут из мощных прутов арматуры основу монолитного фундамента под технологическое оборудование. Посторонним вход на строительную площадку строго воспрещен, но сегодня исключение исправил. Руководство компании Русгидро с гордостью готово показать и рассказать. Здесь возводится уникальное предприятие. Завод по производству гидротурбинного оборудования «Волгогидро», аналогов которому нет в России. Этот мощный проект реализуется в Балаково по инициативе Вячеслава Володина. Он вместе с губернатором Валерием Радаевым и депутатами Госдумы Николаем Панковым и Ольгой Баталиной приехал посмотреть, как продвигаются работы. Сам завод представляет из себя производственные здания. Данный завод будет производить до четырех комплектов гидротурбинного оборудования в год. Вячеслав Володин лично встречался с инвестором, главой компании Русгидро. Рассказывал об инвестиционной привлекательности региона, в частности города Балакова. Теперь, о чем еще совсем недавно только мечтали, воплощается в жизнь. Это совместный проект российской и австрийской компаний. Инвесторов, готовых вложить в создание нового производства более двух миллиардов рублей, привлекли не только условия, но и мощнейший кадровый потенциал специалистов в области гидроэнергетики. Эта компания научит, на примере этого завода, молодежь и специалистов новым технологиям, культуре производства, потому что обучение будет происходить в том числе не только в России, а за границей. Поехали! Ура! Эти кадры уже история. Первый камень нового предприятия заложили менее двух месяцев назад. За считанные недели здесь уже возвели часть каркаса производственного корпуса. И темпы, говорят представители компании, сбавлять не намерены. Если так все пойдет, то вы будете большими. Я хочу сказать, что эти опоры, это только половина основного цеха, то есть они в высоту цех будет еще в два раза выше. На этом уровне пойдут портальные краны. Как отмечают инвесторы, именно Балаковская площадка была выбрана не случайно. Здесь буквально в шаговой доступности Саратовская ГЭС. Это особенный заказчик нового производства. Совершенно очевидно одно, что это, во-первых, предприятие высокотехнологичное, оно решает проблему комплектации оборудованием самой Балаковской ГЭС и будет работать в целом на гидростанции Российской Федерации. Для Балакова это очень хорошее предприятие. Это будет промышленный гигант, где установят уникальное оборудование. На нем будут производить экологически чистые турбины, которые полностью исключают попадание машинного масла в воду и позволят увеличить мощность Саратовской ГЭС в 10 раз. Большая часть этого оборудования уже заказана и даже поставлена в Балакова. По плану, к 2019 году предприятие заработает в полную силу, обеспечив рабочими местами свыше 200 человек. Более того, предприятие уже обеспечило себя заказами на ближайшие 10 лет. Екатерина Заграничная, Роман Шильдяев, Саратов, 24.